Вряд ли можно встретить человека, который не любит джинсовые вещи. Этот материал не теряет своей актуальности с момента своего появления. А в наше время даже старые джинсы – это хороший повод для создания новых, не менее востребованных вещей. Каких именно, расскажет Екатерина. Екатерина Фомерикова – мастер по лоскутному шитью. Любовь к тканям у нее, что называется, в крови. Мама и бабушка в свое время были востребованными мастерицами, а семейная швейная машина до сих пор хранится как ценная реликвия. Уже со школьной скамьи Екатерина перешивала для себя родительские вещи. И во взрослом возрасте вопрос о хобби отпал сам собой. Теперь ее работа ценится далеко за пределами республики. А участие в различных фестивалях и проектах помогает вдохновляться новыми идеями. Катя, расскажи, какими свойствами обладает джинсовый материал и в какой технике ты с ним обычно работаешь? Я шью из джинсы, которая уже использовалась. Чем хороша эта джинса? Тем, что она уже не садится, она уже обтерлась там, где надо, и получились такие красивые заломы, потертости. Это тоже придает некий шарм изделию. Я шью с джинсами в лоскутной технике. Вот, допустим, вот этот вот холдер для документов. Здесь я собрала маленькие лоскутики, сшила их. Это получается лоскутное шитье или пэтчворк. Пэтчворк переводится с английского как пэтч – это заплатка или кусочек. Ворк – это работа. Но я больше люблю, у меня ближе наше русское наименование – лоскутное шитье. Еще можно сделать из джинсы, допустим, вот такой вот кошелечек. Это совсем маленькие кусочки. Из остаточков совсем тоже у меня получились вот такие вот саши, мешочки для зерен кофе для автомобилистов, которые впитывают запахи. Вот, здесь еще такие варианты есть. Также джинсы очень хорошо компоновать с другими тканями, очень хорошо с ними смотрятся льняные ткани. Например, вот такой вот грелочка такая на чайник. Вот получился у меня еще такой рюксачок из джинсы. Это тоже лоскутная техника. А вообще к лоскутной технике как ты пришла и к материалу джинсы? Вот именно джинса у меня появилась через мое увлечение лоскутным шитьем. То есть сначала, первоначально это были лоскутки. Я шила одеяло, я шила всякие чехольчики всевозможные. Это увлечение у меня появилось с 2015 года, когда я первый раз в интернете, я увидела вот эту технику. Да, конечно, я помню с детства, как у моей бабушки было лоскутное одеяло. Оно было такое старенькое, немножечко кривенькое, но очень такое, сшитое с любовью. Но современный печерк, он, конечно, тоже не стоит на месте, меняется. И вот когда я увидела в интернете работы мастериц наших современных, российских, и не только, я была просто поражена, я влюбилась в эту технику, и был период, когда я просто ночами шила, не переставали, потому что это мне так понравилось очень. Каждый узор имеет свое значение, я знаю, что у тебя есть работа, просто наполненная смыслом. Можешь о ней рассказать? Это панно небольшое, обережного смысла. Я сшила для папы, отец у меня охотник, большой любитель путешествий, и, значит, я придумала здесь такую историю. Вот этот вот маленький квадратик, это он сам, в центре своего мирка. Вот я желаю ему, чтобы звезда охотника всегда светила ему, чтобы дичь, вот лапа медведя, символизирующая дичь, всегда бежала ему навстречу, чтобы в его доме, блок, изба, всегда горел огонь, и было тепло, и чтобы в его путешествиях всегда дул попутный ветер. Но здесь еще есть такая цепочечка, которая в лоскутном шитье называется «Летят гуси» или «Стая уток». Вот они, последовательность такая. Ну, это тоже символизирует охоту. Чем мне нравится лоскутное шитье? Тем, что оно открывает огромные возможности для творчества. Бывает так, что я возьму квадратики или треугольнички, нарезанные из тканей, и просто хожу что-то, вернее, раскладываю на столе, хожу вокруг с чашечкой кофе или с мороженым, положу так, посмотрю, положу по-другому, и получается какая-то картинка, какой-то блок интересный. И потом все это сшивается и превращается в нечто красивое. Вот я на примере могу показать, да, у меня уже подготовлены здесь блоки небольшие, из треугольников. Получился более сложный блок, но тоже красивый. И причем еще один момент, в лоскутном шитье имеет значение, конечно, и форма, и цвет, немаловажно. Если мы то же самое выложим совершенно другими цветами и тканями, этот блок будет смотреть совершенно по-другому. Вот что мне нравится. Мой чехол на швейную машинку. Это, кстати, одна из первых моих лоскутных работ. Когда сшиваются различные блоки, и получается такое некое полотно. Это шитье блоками. Также существует крэйзи пэтчворк. Вот яркий представитель. Когда остатки тканей просто нашиваются на основу. Вот жилеточка тоже моя шита в такой технике. Крэйзи пэтчворк или сумасшедший пэтчворк. То есть как ляжет, так и будет. Есть японский пэтчворк. Это в основном ручная работа. Аппликативный метод. Но это, конечно, очень сложная техника. Очень кропотливый труд. То есть здесь они обходятся без машинки швейной. И все делают руками. Получила распространение большое. Art Quilt, так называемый. То есть когда из кусочков тканей собираются целые огромные картины. Интересный факт о джинсовой ткани. В середине 19 века Леви Страус надеждой на лучшее будущее причалил к побережью Сан-Франциско, где занялся торговлей различными тканями и галантереей. Все быстро разобрали. Оставался один никому не нужен рулон конопляной парусины, сильно подешевший из-за упадка парусного флота. Смехнув, что саму ткань для парусов продать будет непросто, предприимчивый торговец шил из нее пару брюк, которые мгновенно были куплены одним из старателей. Это и было началом истории появления первых джинсов. Вскоре, оценив прочность и удобство материала, такие же брюки захотели и другие. Тогда же, в 1853 году, был открыт первый фирменный магазин Леви Страус и Ко. Татьяна, я предлагаю помочь мне в раскладке. Я хочу сегодня сделать подставку под горячее, либо прихватка. Посмотрим, что у нас получится все по ходу. Вот у меня есть такие заготовочки джинсовые, квадратики. Предлагаю разложить их так, как душа ляжет. Значит, за основу берем то, что у нас получилось. Теперь нам нужно будет их сшить. Инструменты вообще какие нужны? Какие материалы, кроме тканей? Конечно, нужен специальный инструмент для петчерка, для того, чтобы не резать ножницами, и чтобы соблюдать точность. Это очень важно, чтобы ускорить процесс. Процесс шитья. Обычно припуск при помощи специальных линей, как реловых, берется 7 мм. На ширину лапки швейной машинки. То есть здесь заложен припуск 7 мм, и здесь лапка 7 мм. Там даже не глядя, просто можно шить уже. Нужен обязательно мат. И нож раскроенный, роликовый. Ну, швейная машинка и желание. После шивания наших квадратиков получился небольшой блок. Красивенький джинсовый блок. Теперь нам нужно сделать рамочку для него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь будет последним этапом окантовка. Похожа на эту. Мы тоже подберем ткань. И это будет завершающий процесс. Продолжение следует... Продолжение следует... В 1906 году в Китае в рамках выставки «Рап моды» был открыт памятник джинсам. После стежки сэндвича у нас получился вот такой блок, изнаночка вот такая. Здесь остался последний этап – сделать окантовку косой бейкой. И на этом будет все. Готова либо наша прихваточка, либо подставочка. Катя, вот лоскутное шитье – это уже не просто увлечение, а, можно сказать, образ жизни. Вот какие плоды уже принесло это искусство, творчество? С тех пор, как я увлеклась лоскутным шитьем, я стала посещать различные фестивали, лоскутные которых море, огромное количество в нашей стране. Также я подписан на группы в соцсетях, то есть мы там делимся, общаемся с лоскутницами по всей России, не только обсуждаем какие-то моменты. Получилось так, что лоскутное шитье стало какой-то, можно сказать, отдушиной в моей жизни. Творческий выход своим эмоциям, своей душе у меня получается вот в лоскутном шитье. И когда я посещаю лоскутные фестивали, мы уже просто встречаемся с теми мастерицами, с которыми общаемся в сетях. То есть это получается некий такой круг общения свой. И мне очень нравится эта атмосфера, которая там творческая, рукодельная. А есть какая-то общая цель, которая объединяет всех людей, которые занимаются лоскутным шитьем? Ну, я думаю, что цели, наверное, у всех разные. Кто-то ищет самовыражение в этом, кто-то какой-то, не знаю, некий релакс, да. Кто-то просто хочет утилизировать остатки, которые остались дома. Кстати, это вот одна из направлений в лоскутном шитье – утилизация остатков. В этом помогает и традиционный квилд, и квилд в крэйзи стиле. То есть когда берутся, допустим, у нас очень много, да, в домах бывает мужских рубашек, где по обтрепанной уже манжеты, либо воротнички. А сама ткань, она очень плотная, как правило, красивая, и еще не успела обноситься. И вот из рубашек мастерицы составляют такие красивые одеяла в компоновке как раз с джинсой. Именно вот рубашечные ткани очень красиво смотрятся в таких квилдах. А есть вот какая-то мечта у каждой мастерицы, ну, например, сделать работу нереальной красоты? Или, может быть, есть какие-то уже примеры, к которым, опять же, идут мастерицы? Да, конечно. Вот у меня лично мечта сделать когда-нибудь работы, похожие на американской мастерицы. То есть она из маленьких лоскутиков, из квадратиков, из треугольников собирает прям целые портреты людей. И это выглядит потрясающе красиво. Когда-нибудь, я думаю, что что-нибудь хотя бы малюсенькое такое, похожее на ее работу, я сделаю. В ближайшее время в каких фестивалях, может быть, выставках планируешь поучаствовать? Да, я стараюсь участвовать в фестивалях, чтобы подзарядиться там энергией, пообщаться. Вот ближайший фестиваль пройдет в середине июня в Нижнем Новгороде. Называется «Волга-квилд». Там моя работа уже, наверное, уже выставлена. Они готовятся, девочки, мы общаемся. Вот туда я собираюсь в ближайшее время. А на этот раз чем удивлять хочешь? Мое панно называется «Домики». Я сшила несколько блоков в виде домиков. Кстати, вот тема, да? Да. Сродни стеклянному дому. И она будет выставляться, принимать участие в одном из конкурсов этого фестиваля. После окантовки у нас получился вот окончательный предмет такой. Это все-таки прихваточка. Мы сделали петельку. Это такой вид рукоделия, москутное шитье, которое не требует много затрат и каких-то особых усилий. Просто необходимы желания и какой-то элемент творчества. Я желаю нашим телезрительницам найти свой вид рукоделия, тот, который им по душе. Мечтайте, творите и не бойтесь пробовать что-то новое. А я призываю посмотреть на свои старые джинсы под новым ракурсом и увидеть в них новый потенциал. На этом наша программа подошла к концу. До новых встреч!